всем приветик мои дорогие сегодня хочу еще одно видео выпустить я сейчас нахожусь городе хотела бы поделиться своим впечатлением о работе которой я работаю проработала я там уже ну скоро будет два месяца хочется сразу отметить конечно работа тяжелая ребята и еще один пункт все мне пишут и помогите устроиться на работу ребята я не устраиваю вас на работу потому что я не могу отвечать то что вам тут понравится не понравится вы меня просите вы понимаете сколько людей столько менее я не не из тех блогеров которые зарабатывают деньги на людях когда вы смотрите вот многих блогеров они вам предлагают приехать я сейчас никого не буду кредит критиковать хотя можно было бы многие приглашают вас сюда предлог приглашу тебе там помогу тебе с работой все прочее это самое в итоге когда приезжают люди кто многие обижаются залуются и было такое что мне как-то люди рассказывали писали жаловались поэтому люди зарабатывают на этом деньги люди зарабатывают на этом большие деньги то есть если вы там получается приезжайте за каждого человека он получает определенную сумму и поймите это не есть правильно ну как я считаю для меня это это неправильно наживаться на людях наживаться на горе не у каждого человека за душой есть с украины даже как сюда приехать эти деньги платить этим извините за эти приглашения которые извините стоит бесплатно проблема в чем что просто пересылка пересылка этого приглашения ну как раньше было 30 злотых стоило просто письмо письмо украину и все в ужинте это все работодатели делали бесплатно представляете какие с вас деньги брали вот эти все посредники они сейчас это больше и есть такие блогеры я не буду их называть которые держат эти каналы у них там тысячи подписчиков это мне даже стыдно вот я сейчас вот иду с вами общаюсь не стыдно да я то все смотрела я их вижу я их знаю действительно только я с ними не общалась но мне стыдно что они берут с людей деньги очень страшно вот это страшно что свои же своих же обдирают то они могут с вас не брать но за то что они там на приглашают людей им платят деньги я вас убедительно прошу делайте старайтесь делать сами да вы меня спрашиваете подскажите хоть какие-то фирмы которые могут помочь что могу сказать ребята работала я и на одной фирме возле ценю я не буду советовать эту конфетную фабрику потому что это умово зло цене не документы не делают ребята сейчас я работаю на предприятие выпишите помогите нам устроиться на это предприятие но сейчас такая ситуация такая обстановка что не делают приглашение в украину в том году делали до высылалась люди нуждались в работе сейчас только тех кто находится в польше это на данный момент сейчас не всех берут но я не знаю не могу утверждать до работа есть как бы люди нуждаются но люди приходят на работу устраивается есть но ребятки очень сложно кому-то что-то советовать кого-то уговаривать значит отработала много плюсов много минусов зарплата сейчас у меня как ученика маленькая средняя как у нас у всех я об этом не скрывает 2200 такая зарплата у меня сейчас работа моя состоит в покрытии плитки глазурью ну то есть вот этой глянцем вот этим вся знаете вот в такой работы я не видела за свою жизнь за 22 года моей трудовой деятельности я не работала ну конечно это на каждую работу надо определенное условие так что хотела еще вам рассказать и и я к сожалению ребятки вам не смогу помочь с работой отвлеклись от тема да и чувствую себя как знаете как в стройотряде вот мне такая роба костюм мне выдали две футболки такой комбинезон рабочую обувь так что вам хочу сказать дорогие мои за 12 часов работы я так набиваю ноги что я их просто не могу поднять к вечеру не опухают потому что отекают ноги также работает все мои друзья мои подруги тут работы такой знаете легкой нет может кого-то легче работа чище дано конфет на этом сидела перебирала конфет слаживала там реакция ну поймите за день когда это все конфеты летят ты на них насмотришься тебя просто уже нет сил и уже тошнит от этих конфет вот это я сейчас в санатории минеральный холод тут оздоровись к такой разорвану вас как типа оздоровительный комплекс здравница очень люблю этот городок вам показываю вы со мной гуляйте показываем людей видите все соблюдают масочный режим все в масках сегодня воскресенье на силу два дня я работаю первый размен так вот я этот костюм комбинезон беру стирать у меня настолько грязный и футболки я их каждый день меняю потому что я вся в этом побелки я вся в этой какой-то растворе в этом оно все летит оно все брызгает ноги эти в этих знаете таких ботинках и когда вы просите меня устроить вас на работу я очень сама устаю я просто понимаете такой человек мой боюсь кого-то обидеть я боюсь кому-то что-то сделать плохое или кого-то сюда заманить как многие пишут прекрасная работа там есть многие блогеры вы наверное знаете которые дают там работы 5 лучших работ 5 вы знаете если они сами там не работали как они могут говорить что там лучшие работы поэтому никого не слушайте и я к сожалению ребята не могу вам помочь с работой научить подсказать что-то рассказать о своей жизни поделиться с удовольствием а приглашать вас сюда на работу заманивать или говорить как здесь какая здесь легкая работа до плюсы свои есть это то что наконец-то за два года у меня есть какая-то стабильность стабильность чем стабильная зарплата умова операции которую мне предоставили на на данный момент до 3 месяца ну так как я смотрю что люди здесь людях здесь нуждаются сейчас зарплата небольшая раньше здесь получали три тысячи злотых была зарплата вы сейчас понимаете когда 2 600 это не все сюда бегут а потом зарплата идет о двух вините 2 700 и выше поэтому вам такое вот сегодня из ли и изливание чувств своих каких-то эмоций да здесь очень конечно можно и поймете к за ту за те два года мытарств я наконец-то до нашла работу но я вас не призываю суда бежать всех понимаете это очень большой труд и надо иметь такое желание чтобы извините бросить свое жилье все бросить и приехать сюда трижды подумайте понимаете это если вы одинокий человек вы молоды или вас действительно там такая ситуация сложилась как было у нас на надо было детей учить нам хотелось уже тишины покоя какой-то стабильности в жизни хотя вроде бы у нас все было но у нас не было мира поймете мира мы бросили приехали а когда у вас какая-то есть стабильность уже к чему-то привыкли хотя вот у меня рядом со мной работает женщина людочка тебе большой привет если ты слушаешь так она приехала вот ей уже 50 лет есть здесь все нравится она хочет остаться ей нравится здесь все хотя у нее там квартира у него какая-то была своя жизнь человек уже устоялся понимаете но попав сюда увидят эти какие-то то что мы не могли там у себя на родине получить тоже за свою работу вот я человек с высшим образованием работала в структуре все вам объяснить ну как чиновник только меньшего звена маленького звена так я получала мизерную зарплату за которую извините я не могла себе одеться купить это хорошо у меня были много подруг знакомых которые работали магазинах не могли какие-то сделать мне скидки там или допустим я даже продукты покупала оптом дешевле тоже девчатам привет улечки если она меня смотрит с магазина навсегда мне понимаете просто люди уважаю мой труд я очень многим помогала в городе меня многие знают моем городе очень как можно говорит ты была очень уважаемым человеком и понимаете вот то что у меня еще осталось вот это человечность и какая-то я не хочу чтобы я плохо спала ли совесть моя была запятна на чем-то поэтому я вас сюда не принуждаю а если кто-то уже решил их и готов испытать какие-то тяготы прежде чем что-то даже работы тут никто не обещает легких работ ребята тут за все надо платить за жилье за продукт да вы тут будете лучше в чем-то жить но работать работа очень сложная если вот так как мы приехали с детьми нам хочется и того и того и того извините на все денег нет а хочется знаете и стараешься людям какой-то позитив нести какое-то настроение поэтому я очень рада что вы заходите ко мне на мой канал а я с вами делюсь своими переживаниями своими какими-то взглядами на жизнь поэтому же за полтора года полтора полтора месяца что я работаю плюсы есть на и минусов тоже хватает но документы самое главное уже мне работодатель сделал я все отвезла такой знаете мне сделали то есть зазволение это как разрешение на работу не сделали на три года поэтому да это предприятие она одно из лучших нашем городе но и условия здесь труда тоже не сахарные поэтому я не жалуюсь я не плачу я ради своих детей все это прохожу я благодарна богу что жива здорово благодарю вас что вы меня смотрите задавайте вопросы ребята на то что касается помогите устроиться на работу именно в вашем городе мои дорогие я вас всех люблю уважаю мои дорогие подписчики я готова поделиться с вами своим своими знаниями какой-то помощью консультации но я не могу вас посадить к себе на шею и тянуть вас ребята если бы я была одиноким человеком может быть моей у меня бы любви хватало бы больше на вас всех но к сожалению мою семья и вот сейчас сегодня я с ночи пришла красавица маркиза поспала три часа пошла в город сюда общав на поубирала квартиру еще два часа продазанда заработала немножко и иду домой после 13 часов и сегодня кстати же перевели время часовой ночи представьте мою и еще снимаю видео просто для того что я всю жизнь информировала координировала по мало людям работала информатором координатором социальной защите по вопросу обращения граждан то есть ко мне обращались с вопросами по разным помощи по разным детским пособиям по выплатам у меня была ответственная работа была старалась старалась поделиться всегда ребята кто знакомы меня посмотрит они знают я не вру я человек который почти всегда старается всегда говорить правду если даже я что-то не хочу сказать я просто об этом не буду говорить про молчу боюсь кого-то обидеть или что-то о ком-то рассказать я просто про молчу а то что уже многие знают об этом как используют наших нашего брата свои же кровные украинцы любители родины еще раз подчеркну ребята любители которые приехали сюда они паскудят я не побоюсь этого слова можете что угодно мне говорить по этому поводу паскудят честь и достоинство нашей страны нашей украины ведя себя неподобающим образом говорят что мы такие поляки таких и нет ребята поляки молодцы они свою страну подняли на высший уровень тем мы в украине вы только посмотрите какие у них дома как они живут все поэтому что можно говорить как мы живем и как живут они это ребятки полтора месяца работы моей я немножко сегодня разговорилась я прошу прощения но меня знаете сюда есть очень много что вам сказать что вам как говорится как говорят поляки поведеть буду стараться я их очень уважаю не то что я тут живу они мне ничего плохого не делают наоборот сюда помогают я сейчас очень много друзей поляков я всех очень люблю замечательные люди любящие свою страну свою землю и если многие из них как немногие пишут едут едут за граница то тоже чего-то хотели люди достичь они уехали но они не ноют они там любят свою землю а своих не обижают и у нас как говорится не очень все все гладко и все хорошо давайте со мной я вас всех люблю уважаю всем готова помочь со всеми всех уважаю люблю ребята спасибо что вы есть спасибо благодарю своего сына который с его легкой подачи я записываю эти видео а то что сколько я еще их монтирую вы себе не представляете сколько у меня нету хорошей камеры у меня много чего нет у меня сейчас хороший телефон который мне подарили дети я прошу прощения что рука моя там дергается я быстро иду у меня еще пока нету разного оборудования но я буду делиться с вами потому что ну такая у меня природа скажем человеческая мне было тоже себя жалко когда сюда ехала я искала ходы-выходы но было очень мало людей которые готовы были протянуть руку единицы это мои очень близкие друзья так людей кого-то послушать таких блогеров простых как я их просто я их не находила все заран говорили такими словами а я говорю сюда очень просто потому что проработала простым на этом буду заканчивать свое видео всех вас люблю ваша наталья а 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 Продолжение следует...